Добрый день, друзья. В очередной раз рада вас видеть в Московском городском. Очень приятно. Ну что, друзья, вот такая у нас сегодня компания. Полтора часа впереди. Redbrick.conf сейчас будет интересно. У нас есть чат на ютюбе, вы можете писать вопросы в чат. Наши технические специалисты нас оповестят об этих вопросах. Ну, либо пишите мне в личные сообщения, если вы знаете мои контакты, я зачитаю все ваши вопросы. У меня первый вопрос очень простой каждому из вас. Расскажите коротко о том, а какое у вас образование, где, к чему и когда вы учились, и как это все теперь связано с тем, чем вы занимаетесь. Алексей? С меня начинаем, да? Да, мы пойдем по порядку, по-простому. Я закончил финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности политология. Факультет политологии и социологии. В данный момент учусь на заочке московском государственном педагогическом. Но это другая история совсем. Пока не закончил. Он на самом деле московский педагогический государственный? Да, да. Ну, это нормальная ситуация. Я на заочке. Это нормальный случай, когда... Ладно, на заочке вообще прекрасно. Да, то есть первое образование, оно вообще не касалось программирования, да? Нет, я себя привык считать гуманитарием. В школе учился в физмате, но я гуманитарий. Я засланный казачок во всей этой истории. Вы себя сами выковали по жизни как программиста. Отлично. Кира? Я закончила, ну, первое образование. Я закончила колледж культуры и искусства режиссуру. Потом я поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Это актерско-режиссерский факультет. Сейчас я учусь в скиллбоксе. Привет. И коммерс, и диджитал маркетинг. И еще собираюсь дальше продолжить свою учебу в Сарбоне. Ну, невероятно. Вы просто живой пример успеха и тому, что надо учиться постоянно, в том числе и в скиллбоксе. Просто жизнь, обстоятельства, они тебя сами моделируют. То есть ты должен бесконечно учиться. Это, на мой взгляд. Ну, я думаю, мы об этом как раз поговорим чуть позже. Про жизнь, нашу тяжелую, сложную жизнь, многообразный мир. Например, Николай, расскажите о себе. Такие серьезные истории. Я заканчивал Сибирский федеральный университет, юридический факультет. На пятом курсе меня отчислили из университета. На этом бы история могла закончиться. Но я все-таки восстановился, закончил юридический факультет и недавно получил еще образование психолога. По-прежнему продолжаю учиться, но вопрос в данном случае не в каких-то дипломах или точках, потому что образование размывает границы. И в этом плане не столько, может быть, на мой взгляд, важна какая-то конкретная образовательная программа, сколько человеку, у которого ты учишься. Я, мне кажется, учусь у нескольких очень интересных мастеров своего дела в вопросах образования и педагогики. Речь о таком-то неформальном образовании, неформализованном в рамках образовательных программ. Неформализованные, не подкрепленные дипломом и прочими вещами. Но мы это называем обучением. Да, это понятная история. Друзья, ну вот, если бы я рассказал себе это, я бы здесь оказался самым необразованным человеком, потому что, хотя и корочки-то разные есть. Ну здорово, смотрите, у каждого по несколько образований разных, причем образование уровня высшее, которое мы называем, подкрепленное дипломами гособразца. И много вузов в России, много вузов, многие вузы дают разные уровни образования, доп. образования, очень много онлайн-университетов, тут платформа. Сколько мы знаем разных платформ, в которых название есть слово «скилл». И это не только «скиллбокс», да, есть многие разные другие платформы. Даже у нас в университете студенческая организация совместно с университетом создала свою платформу «Софтзавод», которую мы вчера презентовали. То есть, смотрите, все заняты тем, чтобы кого-то учить, и все с удовольствием учатся. А вот скажите, пожалуйста, что произошло с нашим миром, что вот ситуация выглядит вот так? Вот как бы вы могли описать эту ситуацию? Почему так? Ну, я думаю, потому что учиться — это модно, во-первых. Во-вторых, знание — это то, что ты носишь всегда с собой. И, ну, я думаю, вот если в общих чертах, то так. Потому что если я чего-то не знаю, я могу взять любой курс, оплатить его, быстро этому выучиться и получить повышение по работе. Или мне не нужно на это тратить пять лет, допустим. Но у меня, ну, мое личное убеждение, что, допустим, государственное образование, там, когда ты учишься пять лет, это дает какую-то основу, базу, то, на что ты упираешься. И ты можешь уже выбирать, чему я дальше хочу учиться, что я хочу, ну, что мне ближе и так далее. Но у вас же первое образование было как раз пять лет? Да, всё верно. То самое, да? И вам его хватило? Или не хватило? Ну, для моей профессии, конечно же, хватило. Но и был даже момент, когда я пожалела, что я поступала туда три года. То есть я тратила время, я пять лет посвятила театральному образованию, когда я и так это могу. То есть я ходила в театральную школу в детстве, и в колледже я училась. Но именно основа, становление как личности, и, кстати, очень полезна для нетворкинга. Вот когда я потом это осознала, то перестала горевать по этому поводу, что вот мне надо было получать гуманитарное образование, надо было идти на ИНИАС. Всё не так. Просто у меня сейчас есть этот кирпичик, даже я бы сказала два кирпичика, на котором я твёрдо стою и могу выбирать всё, что захочу. Вот любую техническую профессию, творческую, неважно. Да, очень много интересных было мыслей у вас. Я позволю себе к ним вернуться чуть позже. Также, Алексей, что у нас происходит в мире, в стране с людьми? Почему такое многообразие возможностей получать образование, как вы думаете? Ну, в мире и в стране всё по-разному. Это всё-таки разные сущности, и в разных странах мира тоже всё по-разному. Вопрос был в том, почему сейчас так стало много источников образования, правильно? И с чем это связано? Ну, у меня на это позиция, которая заключается в двух факторах. Первый – это что мир очень стремительно меняется, это такая аксиома. Мне кажется, она сейчас из каждого утюга звучит. И если мы заглянём в атлас профессий, которые выпустило агентство стратегических инициатив, то обнаружим там огромное количество профессий, компетенции для которых пока мало у кого есть в наличии. Если мы говорим о профессиях, которые будут возникать через 20-30 лет, и вот их появление спрогнозировано. И те профессии, которые были, они либо дополняются, либо замещаются тем, что нас ждёт. И к этому мало кто готов. Поэтому вопрос в переобучении и переобразовании. Если до 21 века мир был достаточно предсказуем, мир был понятен, был ряд профессий, которые возникали, но возникали медленно и не так стремительно, то сейчас историческое развитие идёт по экспоненте, запросов стало больше, а навыков у нас для этого, как у человечества, нет. Поэтому каждый решил за себя, либо за него решили, что нам надо переобучиться. Это первое. И второе, академическое образование, как фундамент, который формировал навыки, знания, умения для потенциальных соискателей, оно измельчало, на мой взгляд. Везде по-разному, то есть где-то оно стало сильнее в мире, где-то слабее. Но вот та реальность, с которой я столкнулся, это что академическое образование не всегда попадает в запрос, мягко говоря. Поэтому если какой-то путь у нас не работает, и тропинка эта заросла, то находчивые граждане обходят её и либо создают свои школы, либо примыкают к этим школам. Но тут вопрос другой, он в качестве, но об этом, наверное, чуть позже. Но я вообще с тобой согласна, что вообще государственное обучение, оно измельчало, и можно было бы посвящать этому гораздо меньше времени, например, не 5 лет, а 3 года, но сжато, эффективно, и тоже получать высшее образование, и это было бы тоже круто. Так, RedBrickConf, площадка открытого обсуждения государственной политики. Кстати, если вспомнить дискуссии, которые были при переходе на баллонскую систему, помните, давным-давно вместо 5 лет специалитета, 4 бакалавриата, все же кричали и боялись, как так, как уместить программу в 4 года, а сейчас мы говорим, что уже и 4 лет, в принципе, достаточно, давайте что-то ещё ужиматься. Николай, ваш институт известен как большая экспертная площадка в стране, по вопросам молодёжной политики, по вопросам образования. Как вы смотрите на эту ситуацию? Я, честно говоря, не согласен с вашим утверждением, потому что государственное образование как-то сокращается. Вопрос ведь не в государственном образовании. Смотрите, мне кажется, и тезис про усложняющийся мир, он тоже мог бы рассматриваться немного в другом ключе. То есть это же не мир усложняется. Ну, в смысле, вот стоит кресло, оно там само же не становится сложным, правда? Это же его какие-то люди потом делают сложным. Вот оно сейчас такое, потом другое, потом третье, пятое, десятое. То есть человек всё больше, если хотите, находится в позиции и осознаёт себя в позиции Творца. Вот он всё больше усложняет мир. И в этом смысле он точно так же всё больше усложняет своё пространство жизни. Получается, что на самом деле всё больше людей сами создают себе профессии, которых бы, может быть, казалось, не было. Ну, условно говоря, играли мы сами в какие-нибудь онлайн-игры, потом кому-то пришло в голову транслировать это в сеть, комментировать, и бах, появилась условная профессия стримера. А потом ещё ты начинаешь за это делать ссылочку, тебе капают денежки, и, в общем, ты прям вообще в шоколаде. Сидишь, играешь, материшься, получаешь деньги, красота. Ну, ладно, эмоционально рефлексируешь по поводу происходящего в игровых инстансах. Значит, вот, понимаете, и в этом плане нам очень сложно сказать, какое пространство профессий, например, для молодого человека сейчас желанно. Потому что новые профессии люди сами создают, каждый день что-то появляется, где-то добавляется, где-то возникает. И таким образом молодой человек, например, естественно на это смотрит и понимает, что о чём не идти получать какое-то образование, например, если вот завтра может появиться что-то ещё более интересное, ещё более клёвое и, там, значит, более вдохновляющее. А вторая важная вещь, которая с этим тоже связана, она про то, что мы переживаем очень... И это тоже, опять же, связано с тем, что люди жизнь усложняют. Ну, это нормально, люди всегда себе усложняют жизнь. Ну, вот, и себе, и другим. Но меняется технологический уклад, меняется экономика. И, понимаете, молодой человек смотрит на это и думает, вот я пойду там поучусь на какой-нибудь крутой профессии, ну, как, оказывается, его родителям, там, за 4 или за 5 лет её освою, а потом пойду работать за 20 тысяч рублей. А он там, не знаю, фотографом пришёл и на мероприятие отбил там, не знаю, десятку за 2 часа работы. Ну, вот и нафига ему эти 5 лет, значит, чтобы решить вопрос вот таким образом, правильно? Вот сидят, улыбаются режиссёры трансляции, фотографы. Да, они известные в этом плане люди там. Я представляю, сколько они денег на вас срубили за это мероприятие. Ну, а как же формирование вкуса? Вот, и это про другое понятие. Это не про государственное образование, это про классическое образование. Вот что делать в этом смысле с классическим образованием? Была раньше такая мысль о том, что есть 3 вида классических образований, которые формируют вашу картинку мира. Богословское, медицинское и юридическое. Штука в том, что каждый из этих трёх типов, ну, предполагалось, что формирует целостную картину мира, в которой вы понимаете, что как бы нельзя жить в вакууме, что всё взаимосвязано, всё друг на друга влияет, и вы работаете со сложным объектом. Вот, например, работая с молодым человеком, я не могу быть там просто, не знаю, там, социологом или педагогом и прочим, я должен быть антропологом, я должен в медицине понимать, я должен в культурологии шарить, значит, я там физику, в конце концов, должен знать, анатомию, медицину, психологию и массу-массу-массу других вещей. То есть объект сложный. И здесь в этом плане то же самое. Вот с классическим образованием сложнее, но когда вы говорите, что его, в принципе, может хватить, ну, как бы поменьше, да, типа, вот мне там не 5 лет, а 4 года, 3-2, это не потому, что мы быстрее информацию осваиваем, как мне кажется, это потому, что центр приобретения человеком вот этого мировоззрения, которое потом начинает работать во всех других профессиях, он просто сместился из традиционного места, вот где он раньше находился, например, там, в УЗИ или в школе, в зону взаимодействия массы других субъектов. И семьи, и друзей, и родителей, и интернета, и всего остального. И в этом плане, на мой взгляд, мы больше не можем говорить о том, что получение человеком классического образования, например, сосредоточено в одном месте, ну, которое решающим образом влияет на что-то. Теперь это зона взаимодействия многих субъектов, и именно поэтому нам с вами так страшно некомфортно, потому что мы с вами не можем понять, а кто, блин, ну, влияет на человека. Вот там вроде, ну, вот даже посмотреть, опять же, вот, большая трагедия, да, которая произошла в Казани, да, и это же, ну, это же не первый раз, да, что-то происходит, и не только в России эта ситуация возникает. Но вот какие ситуации в очередной раз нас начинают, ну, ориентировать на то, чтобы подумать, а вот почему так произошло, и мы такие резко начинаем думать, так, надо, значит, в школах что-то не так происходит, в интернете что-то не то, значит, с родителями что-то не так, и все время мы пытаемся к чему-то одному сделать применение сил, хотя в идеале, ну, вот, опять же, как мне кажется, это мое личное мнение, эта точка лежит не в зоне ответственности одного субъекта, а в зоне их взаимодействия, и в этом сложность, потому что вот эту зону этих взаимодействий мы, как правило, с вами, когда работаем, очень плохо видим. То есть проблема в системе, да? Проблема во взаимодействии, в коммуникации, да, во взаимодействии субъектов, а не внутри какого-то субъекта. Да, отлично, мне нравится, что у нас завязываются дебаты, и значит, что я могу расслабиться и не задавать свои вопросы. Да, Алексей? Есть мнение, вот, было такое многосложное высказывание Николая, я бы хотел к первой его части обратиться, про то, что, если я правильно понял, сейчас молодежь, она сама себе придумывает, молодежь, я так сказал, как будто мне очень много лет, придумывает сама себе профессии, то есть есть на это запрос. Я в этом вижу на самом деле проблему. Проблема заключается в том, что рынок и так адаптируется и предлагает новые профессии, на них возникает запрос. Про это как раз атлас профессий. АСИ. Проблема в том, что иногда придумываются вот этими субъектами рынка те профессии, которые и не нужны, и спрос вокруг них, он искусственно возрастает. То есть, например, я вижу проблему в том, что сейчас большая часть, ну, скажем, рынка Инстаграм-профессий, которые там возникают, она непроизводительна. И это очень… да, например, она непроизводительная, и она… какую ценность она несет, в чем будет ее польза? В этом я вижу на самом деле корни из поколенической теории, где поколение Z — это поколение про приобретение быстрого навыка, не всегда производительного, и быстрая ее монетизация. Я не знаю, готова ли современная российская экономика вот к таким реалиям, но проблема в том, что сознание вот современных зумеров, оно шагнуло далеко вперед, экономика не успевает. И в этом проблема. То есть, их скиллы пока сложно применить так, чтобы от этого стало кому-то хорошо, кроме них самих. Очень много, конечно, хочется задавать сразу вопросов по этим темам. Ну вот, когда сначала говорил Николай, потом Алексей, конечно, сразу возникают вопросы, когда мы говорим о том, тем более в контексте поколения Z, их скиллов, при этом непонятно, про какие скиллы мы сейчас говорим, поколение Z, у них же нет никаких врожденных скиллов, они же какие-то приобретаемые, а что за скиллы, кто их формирует? А, ну а что делать с медициной, что делать с инженерами? Они же не… это же… такое ощущение, что это вне контекстная какая-то история. Это же не касается поколения Z. Ну, я можно сейчас сразу свою позицию здесь обозначу? Смотри, поколение – это не научный термин. Поколенческая теория – не научная. Это публицистическая теория. В науке термина поколения нет. Термин поколения вел Мангейм, Карл такой был, мужик интересный, и он сказал, что поколение – это часть людей, переживших сходный эпохальный исторический опыт. Но наука не оперирует термином поколения. Поколением демографы оперируют немножечко. Вот сейчас психологи начали, социологи пытаются. Но мы, например, критически относимся к концепции поколения, определенного по году рождения или по периоду рождения. И это такой первый момент, который достаточно важный. То есть это весьма спорная вещь. Вторая вещь, которая в твоих словах есть. Понимаешь, в чем дело? Но мы же не живем в мире, где все изначально поделено на правильное и неправильное. Мы живем в постоянно усложняющемся мире. В постоянно усложняющемся мире нет позиции, как бы нам этого не хотелось. Нам бы очень хотелось, чтобы была какая-то позиция такой чистой, объективной правды. Очень многим бы хотелось бы. Я тоже не понимаю, дорогая. К чему нас это приведет? Но вопрос же вот в чем. Нет вот этой чистой, объективной такой истины в концентрате. Социология перестает бы аналитической, а становится формирующей. То есть мы не спрашиваем, за кого бы вы проголосовали. Мы спрашиваем, проголосовали бы за этого человека или нет. И таким образом мы уже влияем на мнение, например. Или мы точно так же ведем какую-то педагогическую работу и прочее. Поэтому это просто пространство конкуренции многих разных позиций. И в этом плане, понимаешь, что меня в твоих словах очень сильно смущает. Вот ты откуда знаешь, будущее правильное или неправильное? Вот оно какое? Ну вот если мы же его не знаем, его же еще нет, поэтому как можно сказать, что оно правильно или неправильное? Вот как можно сказать, что то, что появилось, это вот оно конструктивное или деструктивное? Мы же не знаем этого. Может, стример — это мега конструктивная профессия все-таки. Просто мы еще не поняли того промежутка времени. Мы вообще смотрим не в этой системе координат. Ну, условно, если бы, не знаю, какие-нибудь… Это как с вопросом, была ли на Земле какая-нибудь другая высокоразвитая цивилизация, например. Вот если сейчас какому-нибудь первобытному человеку дать смартфон, он поймет, что это смартфон? Нет, конечно, он поймет, какая-то фигня. Просто в его системе координат эта штука вообще не может быть примером. Что это вот в этом плане? Может быть, это кресло, это вообще что-то оставшееся, значит, от… Но это не вписывается в нашу систему. Я начинаю бояться за свое кресло уже. Есть ответ. Могло возникнуть ощущение, что у нас есть противоречие по поводу зумеров. И я хейтер зумеров. На самом деле это не так. То есть я сам до конца не понимаю… Но я хейтер зумеров. Я не понимаю до конца, кому я отношусь, к миллениалам или к зумерам. И у меня нет никакого противоречия с тем, что существует профессия стримеров, например. Или с тем, что существуют стримеры. Это нормально, это окей. Они появились, значит, на это был запрос. Но мы же сейчас идем от проблемы, что есть рефийское образование. И в нем есть определенный ряд проблем, часть из которых закрывается вновь и вновь возникающими институтами неформального образования. То, как онлайн-платформы, какие-то самостоятельные лица, которые проводят обучение и так далее. И оно тоже не всегда качественное, потому что оно не академическое. А академическое некачественное не всегда качественное, потому что оно переживает период проблемный. Ну просто надо менять систему и что-то пересматривать. Да, но проблема в том, что на стыке двух некачественных образований, одно уже некачественное, а второе еще некачественное, возникают те профессии, спрос на которые пока нет. Проблема в том, что образование, оно какую проблему закрывает? Оно предоставляет специалистов на рынок, которые потом делают нашу жизнь лучше, производят какой-то продукт. Много товаров, на которых не было спроса, но мы его придумали, понимаешь? Ну спроса, потому что вот ты такой, а да, слушай, мне вот эта штука нужна, хотя вот она вообще бесполезная, ну мы такие типа, да, круто. Вопрос ведь не в том, есть спроса… А вот это не проблема разве? Это не проблема? Слушай, это на мой взгляд не проблема, потому что человек пробует, вот он только в пробе может понять, это надо или не надо. Вот если он поймет, что это не надо, тогда он там, словно говорят, на тратить деньги не будет на какой-нибудь продукт, который не представляет никакого интереса. И поэтому там бизнес обанкротится, потому что ты предложил штуку, которая нафиг никому не нужна, она там бесполезная. Ну в смысле, кроме того, что деньги человек заплатил, попробовал один раз, выкинул там, ну я не знаю, чего-нибудь, да, и вот оно все, не зашло, прошел этот какой-то хайп, интерес и тому подобное. А то, что важно, оно осталось. Ну а как по-другому? То есть на длинных же промежутках выкристаллизовываются какие-то вещи, которые по-настоящему нужны человеку. Ну как это понять? Только попробовав. Ну ты, еще речь же шла о том, что экономика просто не справляется, и многие профессии, они действительно там на каком-то хайпе, и они скоро пройдут. Вот допустим, я не знаю, еще клабхаус популярен, или... Давайте задумаемся об этом вопросе, а я верну нас к одной точке зрения, профессионально, на что намекает Алексей всегда упорно. И тогда возникает вопрос, если основной, да, как предполагает государство и общество, источник вот этих знаний в университетах, туда идут как бы деньги, бюджетные места, люди заканчивают школу, рассчитывают, что они сейчас получат профессии. А мы с вами понимаем... Вот университеты, на ваш взгляд, сейчас адекватны этой истории? Возможно, вы вспомните свое получение высшего образования. Кира, как вы считаете, насколько адекватны высшие заведения в России сегодня? Ну, на самом деле, сама система образования, как я уже несколько раз сказала про это, она уже безвозвратно устарела, методы устарели. И я говорила немножко о том, что когда ты варишься вот в этом обществе, ты сам формируешься как личность и выхватываешь знания, ну, и про тот кирпич, про который я говорила. Вот, конечно, все знания, которые мы получали, они уже сейчас, ну, практически не актуальны. Вот такая вот, я думаю, это большая проблема. Еще раз вопрос какой был? Сами университеты понимают, вот на ваш взгляд, какое ощущение изнутри университета? Университеты понимают вот ситуацию, которая сейчас складывается? Они понимают, что скиллбокс — это их конкурент, например. Что скиллбокс, по сути, забирает аудиторию университетов, что университеты сами могли бы быть скиллбоксами для своей же аудитории. Но аудитория университетов, студентов, они уходят скиллбокс получать вот эти дополнительные образования по определенным навыкам, компетенциям и так далее. Я даже не знаю, понимают или нет. Наверное, понимают, но это такое… Думаю, что университетам не надо становиться онлайн-платформами. Онлайн-платформам не надо становиться университетами. Современные институты неформального образования, я сейчас здесь имею в виду и тренерские сообщества какие-то, и онлайн-платформы, и самостоятельных каких-то спикеров, они закрывают точечные потребности аудитории в приобретении того или иного навыка или знания. У меня возник пробел, я регистрируюсь на курс, прохожу или хочу перепрофилироваться, приобретаю какую-то профессию и выхожу с новыми навыками на рынок. Мне кажется, это про вот это. Академическое образование, то есть университеты, это про формирование общего знания, формирование какой-то, быть может, отчасти даже гражданственности, формирование единого представления о мире. И здесь, кстати говоря, это очень логичное, закономерное продолжение пути детский сад, школа, университет. Я думаю, что нам ни в коем случае, как обществу, ответственным гражданам, нельзя отказываться и клеймить академическое образование. Проблемы там есть? Несомненно. Можем ли мы их решить? Да. Как это делать? Ну, тут вопрос уже выбранных инструментов и методов. Но своему высшему образованию я благодарен за то, что, несмотря на то, что я сейчас не работаю по специальности, никак с этой сферой не связано. У меня появилось системное представление о мире, то есть то окружение, в котором я находился, то, о чем Кира сказала, то есть это какой-то академический круг, тот посыл и та система мышления, которую я впитал, этого пока что нельзя приобрести в других местах. Алексей, вы сказали, что университетам не надо становиться онлайн-платформами, но вроде, мне кажется, 20-й год как бы дал понять, что если университеты не пойдут в сторону онлайн-платформ, то вообще все печально будет. Под онлайн-платформой я имел в виду не характер предоставления знаний, а стилистику работы, подходы. То есть пусть это будет онлайн, как угодно. И так далее, потому что не будет ощущения того, что ты что-то закончил. Не знаю, то есть, если честно, то я как бы ощущаю какую-то гордость того, что я 5 лет отпахала, я молодец, то есть я получила знания, и пусть это, я с чем-то не согласна, пусть где-то там пропущено что-то, но это все-таки база, вот, и я бы хотела бы продолжить быть. Ну, потому что мы сами бумеры, видимо, бумеры, мы гордимся пятилетним образованием. Я сейчас каким-то ретроградным себя ощущаю просто. Не, ну, в смысле, какой-то очень, не ретроградным мнением, наоборот. Слушайте, вы что так ретроградно-то на жизнь смотрите? Слушайте, мам, вот это, типа, 5 лет поучиться, получить диплом, там, эту конфедератку в воздух скинуть, да, вот, то есть, ну, прям надо. Ну, то есть, не, мне просто интересно, потому что, вот, мне почему-то кажется, что мы же с вами не знаем, ну, вот, объективно, там, лет 10-15 назад мы не могли себе представить, что процесс образования будет вот такой, какой он есть сейчас. То есть, мы не могли с вами представить, что у нас там с вами, например, будут полноценные, там, дистанционные какое-нибудь обучение, да, мы не могли с вами представить, что там смартфон будет предлагать нам с вами столько разных функций, возможностей и всего остального. И в этом плане не могли представить, что вот образование точно так же поменяется. Это известная байка про, значит, 10-е, 20-е годы 20-го века, когда экономисты и прочие размышляли о том, какой будет, значит, трындец на улицах, потому что количество людей, которые пользуются конным транспортом, оно очень сильно растет, и если столько лошадей, которые будут соответствовать спросу, они будут гонять по улицам города, то его просто будут, ну, не успевать чистить, потому что там все будет, ну, как бы, вот, не хочу говорить слово в эфире, хотя мы с вами не на госканале, поэтому, ладно. Вот, ну, в общем, много навоза придется убирать. Но буквально ситуация изменилась после того, как появился массовый автомобиль, который полностью перекроил ситуацию, и вообще проблема навоза исчезла. Вот, и здесь то же самое, то есть, понимаете, мне кажется, гораздо более интересно попробовать подвергнуть максимальному сомнению то, что происходит. И в этом отношении, отвечая, например, на тот вопрос по поводу вузов, на мой взгляд, государственные вузы частично есть те, кто очень в себе, кто смотрит на ситуацию очень здраво и понимает, что сейчас они сделают несколько шагов, и, возможно, у них на ближайшие десятилетия просто уже не будет конкурентов, потому что они переходят в новую систему координат, например, потому что они, не знаю, делают базовый курс какой-нибудь по, не знаю, там, основам экономики или философии или еще чего-нибудь, там, для первого курса, выкладывают его в общий доступ, записывают туда лучших преподавателей страны и говорят, да все ребят вузы, берите, пожалуйста, этот курс, заключайте с нами там сетевые соглашения, и по этому курсу учите. И у вас уже учат не вас заштатный там Иван Иванович, который 40 миллионов лет ходит в этот университет преподавать какую-нибудь логику высказывания, который он уже не понимает, что происходит. А у вас этот курс ведут лучшие преподаватели страны сразу. И тут вопрос ведь не к администрации, а вопрос к студенту, который, да, может, он исходит на занятия к Ивану Ивановичу, но он и этот курс посмотрит, потому что он хочет, не знаю, профессию освоить, или ему просто круто, как этот преподаватель читает курс, например. И тогда этот университет там вырвется вперед. Но гораздо интереснее в этом отношении наблюдать за частными университетами, потому что частные университеты тоже очень точно делятся на две категории, на те, которые, ну, пока еще, к сожалению, остаются такими, ну, как бы, рынком дипломов, такой ярмаркой дипломов. Но, с другой стороны, есть примеры очень интересных частных университетов, которые уже работают в парадигме, ну, не сегодняшнего дня, а завтрашнего, которые выстраивают сложный образовательный процесс, как игру, в которой вы осваиваете навыки, выстраивают процесс в формате исследовательского или проектного обучения, полевого здесь и сейчас с применением навыков, которые изначально ориентированы на глобальный контекст, например, то, что соответствует ощущению текущего молодого человека массово. В этом отношении мне все-таки кажется, что это такое размышление пока из серии про траву, значит, небо там, девушек, которые более красивые были раньше. Ну, а как же быть со статусом учебного заведения? Допустим, ты заканчиваешь Оксфорд, и тебя уже, в принципе, берут на работу, потому что ты закончил Оксфорд. Как вот с этим быть? Мне кажется, это достаточно узкий сегмент. Ну, вот, безусловно, есть те типы структур в обществе, где Оксфордский диплом, наверное, сделает вам, ну, как бы, будет некоторым знаком качества. Но это важно, смотрите. Это, опять же, как мне кажется, это не знак качества образования. Это знак принадлежности к определенному сообществу. И это не к вопросу о том, что тебя не возьмут на эту должность, если у тебя нет диплома об экономическом образовании, подтвержденным Оксфордом. Тебя возьмут на эту должность, потому что ты прожил или живешь в сообществе людей, которые учатся в Оксфорде и определенным образом смотрят на развитие процессов, например, экономики. И ты понимаешь, что ты, когда этого человека берешь, он по принципам будет следовать в той же парадигме, в которой, например, работает то сообщество, ну, вот, которое его принимает. И это вопрос, понимаешь, на мой взгляд, это вопрос сообщества. А для того, чтобы находиться в этом сообществе, тебе не обязательно 5 лет горбатиться в Оксфорде. Тебе можно сделать что-то побыстрее. Ну, тебе, допустим, придется доказать, что ты компетентен, что ты работаешь, допустим, быстрее, лучше, эффективнее, чем с дипломом Оксфорда, если ты заканчиваешь вот эти частные университеты с новыми технологиями и так далее. Возможно. Но в системе, опять же, как мне кажется, в системе меняющейся экономической реальности, когда ты не знаешь, как правильно и как неправильно, доказывать свою компетентность становится значительно сложнее. Что показала пандемия? Пандемия показала, фактически, смену моделей лидерства. Когда мы перестаем опираться на тех, кто знает, потому что, ну, если знают и компетентны, тогда вообще как это все, как бы, вот оно случилось-то? Если знают, то почему фигово прогнозируют, когда мы закрываем, не знаю, там, всех локдаун вначале на неделю, потом еще на месяц, потом еще на месяц. Это же говорит о том, что мы не знаем, что происходит, и показывает, что те, кто знают, оказывается, не знают. И это меняет модель лидерства на лидерство, не лидерство, основанное на знаниях, а на лидерство, основанное на действиях. Когда ты сделал практикой, подтвердил, что у тебя получилось. Вот мы часто употребляем с вами слово компетенции и компетентности, да, хотя вот семантически не придаем этому значения. Хотя слово компетентность, более точное, с позиции педагогической, это доказанная способность достижения определенного результата. Именно поэтому подход называется компетентностным, не компетенционным, а компетентностным. И мы с вами в идеале, ну, должны слово говорить компетентность. А компетенция — это зона возможного действия. Ну, у вас есть, например, у Сулаки есть возможность, как у компетенции, как у модератора, заткнуть меня сейчас, да? Вот он может этим воспользоваться, а может не воспользоваться. Он может это уметь делать красиво, может сделать это грубо, да? Значит, и это его компетенция. Так вот, мне кажется, что здесь это вопрос о компетентности, доказанной практикой. Ты можешь ничего не значить, но делом подтвердить, что ты оказываешься прав. И тогда к тебе выявляется больше внимания. Все, заткнулся. По поводу пандемии. Пандемия показала, что нам действительно нужно онлайн-образование, но также это показало то, что мы абсолютно к этому не готовы. На мой взгляд. Несмотря на все меры, да, да. Совершенно точно. Да, модераторам быть хорошо я вам скажу. Алексей, что вы думаете? Мы сейчас вернемся к другой теме, о которой уже говорили. Ну, может быть, вы хотите как-то прокомментировать? А я немного утратил нить. Нить утрачено. Да, хотелось бы вернуться к какому-то конкретному вопросу. А давайте вернемся. Много мыслей, и пока мне некуда применить свое мнение. Да, вот, кстати, у вас же есть… Я был на сайте скиллбокса, посмотрел как раз курсы по программированию, и нашел, например, курс, который у вас совместный с МГУ имени Ломоносова. Возможно, он не один такой, но один я точно увидел, и там даже выдается в итоге сертификат МГУ имени Ломоносова, который от доп. образования, то есть официальный гос. образца. А вот в этом сотрудничестве, что вы получаете от университета, и что вы даете университету? Зачем вам эта совместная программа? Я, к сожалению, не могу подробно прокомментировать. Это не моя юрисдикция, не моя компетенция. То есть это же много людей, это большая команда, много проектов. Про это подробно не могу рассказать. Хорошо, давайте перейдем к какой теме интересной. Мы уже касались сегодня этой связки, вы сами о ней говорили. Есть такая привычка, называется поступить в университет. Поступить в университет, чтобы получить профессию. Часто эту привычку навязывают родители, потому что они заботятся о будущих своих детей. Ну и сами дети в какой-то момент начинают верить в эту привычку, она становится предметом религиозного культа. Материализация этого культа — это бюджетное место. И, соответственно, выстраивается такая ступенчатая... Если что, мы ничьих чувств сейчас оскорбить не хотим. Да. Всякий случай. Про религиозного мало ли сейчас куда-нибудь? Пишите. Пульт высшего образования. После истории про лошадей мы можем говорить все что угодно. И, соответственно, есть такая карьера у любого ребенка. Он должен закончить детский сад, потом обязательно пойти в школу, а это нельзя не сделать по нашим законам. Там надо очень хорошо учиться. Желательно закончить на все пятерки. И потом надо обязательно поступить сразу в этот же год на бюджетное место, потому что кто-то в семье точно знает, что через 4 года вот эта профессия будет востребована. И в целом сам абитуриент тоже как-то в это, видимо, верит. Вот как вы считаете, это реальная картинка на сегодняшний день? Или такой подход к своему образованию, к получению профессии, он устарел? И что делать нам в этой ситуации? Да, мне кажется, что, давайте так, это не лучшая схема, но ничего лучше пока не придумано. В этом есть свои пробелы, но, на мой взгляд, этот путь необходим. Почему? Может быть, детский сад это, и уже, честно говоря, не помню, чему учат детскому саду, базовому английскому языку, может быть, начальному букварю. Социальности. Социальности, да. И вот, это очень важный момент. И детский сад, и школа, и университет сейчас это не столько и не только про знания фундаментальные, сколько про коммуникацию, умение работать сообща, умение общаться, умение приобретать гуманитарные какие-то надстройки. Потому что нетворкинг, и если... Но вы говорите про университет, как такое, знаете, 4 года получения софтов. Все-таки университет же идут за профессии, а профессия состоит все-таки в хардах каких-то, в каких-то таких тяжелых компетенциях, профессиональных. Давайте возьмем, наверное, хирурга, возьмем юриста, который судьей станет. Там на софтах долго ты не протянешься. Тут вот в чем дело. Действительно так должно быть. То есть в университете, на мой взгляд, должны развиваться и софты, и харды. И, быть может, в большей степени харды, потому что софты мы предполагаем, что развились в школе и в детском саду, в идеальной картине мира. Проблема в том, что сейчас харды университетские не так актуальны, их мало где можно применить без последующей переквалификации или приобретения дополнительного знания. А вот гуманитарное знание все еще важно. Тут оно тоже страдает. Но если мы вообще говорим про саму линейку детский сад, школа, университет, то если университет мы еще как-то можем вынести за скобки и сказать, что здесь ты, правда, можешь пойти куда-то и приобрести тот навык, который тебе нужен, то вот пропустить школу и пропустить детский сад, как элементы социализации, на мой взгляд, сейчас невозможны. И если мы говорим о том, что это в будущем потенциально реально, то я не знаю, какой институт может взять на себя ответственность за социализацию людей и за их коннект между собой. То есть, потому что вот в современном мире можно много где научиться хардам, а вот где научиться качественным софтам я пока плохо себе представляю. Коллеги? Я полностью с тобой согласна по поводу того, что вот то, что дается вот эта коммуникация, это пока что еще онлайн-образование не может предоставить и, ну, это, как бы говорится, за деньги не купишь. Опять придется Баба-Ягой быть. Соглашаться с вами. Красного глуринга. Смотрите, значит, не могу согласиться с коллегами, да, опять же. Потому что, во-первых, поступление в университет не за профессией, это карго-культ. Все понимают, что такое карго-культ же, да? Это вот для тех, кто трансляцию смотрит, не знает. Это когда аборигены самолетом поклоняются в Африке, когда думают, что это вот боги летают. Ну, опять же, не оскорбляем ни чьих чувств сейчас. И они им поклоняются. Там дождь у них просят еще чего-нибудь. Вот это поклонение ложным каким-то штукам, которые не являются, на самом деле, тем, чем о них представляют. Поэтому университет все-таки место получения профессии. И, смотрите, вот это тоже важно. Это место получения целостного мировоззрения про мир применительно к профессии. Ну, то есть в увязке с профессией. Но это не точка получения просто мировоззрения без профессии. Поэтому, конечно, на мой взгляд, та ситуация, которая создается сейчас, она по срезам следующая. Молодой человек не воспринимает высшее образование как точку получения профессии. Он воспринимает это как социальный институт, как вы сейчас очень точно говорите. Он идет туда, чтобы попасть в сообщество, он идет туда, чтобы, ну, там, еще как бы в общем смысле пообразовываться, потому что школа очень многое не успевает сделать к моменту выпуска из нее. И, заметьте, образование пытается на этот вызов отвечать, но пока так сложно, потому что вот сейчас сколько школьники учатся в школах? Сколько заканчивали классов? 11. 11. Я вот 10 классов заканчивал. Мы 10, сейчас 11. До этого там 9 классов было, и не было вообще практически необходимости в 10-11 классах и тому подобных. То есть школа пытается задержать ребенка в своих стенах еще побольше, 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 но это очень сложный такт, потому что школа живет циклами десятилетними фактически. Ну, не десятилетними, но вот близкими, декадными, да, чуть меньше, сейчас чуть больше. Вот, поэтому, во-первых, мне кажется, что это фиговый культ, потому что человек за образованием должен идти туда, куда он, где эту точку можно получить. И в этом отношении у нас вот эта граница, например, когда в техникумы хочет поступать, поступает больше детей, чем в вузы, она уже, на самом деле, пройдена в стране. То есть у нас нет того, что можно назвать массовым высшим образованием, потому что высшее образование – это уже меньше, чем средне-специальное. И это первая важная точка. Но это потому, что вы, в том числе, идете за определенными образовательными результатами. Проблема в том, что молодой человек среди образовательных результатов предъявляет их не очень, ну, не очень внятно, потому что фактически до конца университетского обучения у молодого человека нет, у единицы, ну, у очень небольшой части, она не выходит там за пределы пятой, есть точный запрос на профессию. Остальные идут в университет, в том числе, чтобы попробовать себя в разных штуках, понимаете. И не самопределение, это такая, как бы, плюсом еще школа на несколько лет получается. Вот даже когда вы говорите, например, про баллонский процесс, да, четыре года бакалавриата – это ведь во многом общая подготовка. Специализация исследовательская проходит внутри магистратуры. И получается, что у вас не альтернатива 4 и 5, а альтернатива 6 и 5. То есть и мы в университете молодого человека дольше держим, чем, например, раньше было. Вот и появляется такой разрыв. Поэтому мне-то кажется, что если университет не перестроится и не будет удерживать вот этот фокус, очень узкий фокус своего ответа на вопрос, какой образовательный результат он дает, например, харды в данном случае, да, очень точные, понятные харды, то все остальное молодой человек может получить в системе любых других институтов, и ничего страшного в этом нет. Вопрос в том, чтобы таких институтов было как можно больше, понимаете. Потому что мы с вами создаем ситуацию, в которой молодой человек просто в силу того, что жизнь опять же усложняется благодаря действиям массы других людей, он получает массу разных точек получения информации. Когда мы с вами говорим, что эти точки могут быть неполезными, тут мы с вами становимся на позицию разработчиков нынешнего постановления правительства по просветительству, например. Потому что типа вот, сейчас мы вас всех посчитаем. Помните, как в том мультике про козленка? Говорит, я сейчас вас всех посчитаю. Вот и здесь то же самое. Но есть сферы, которые очень тяжело подвергаются правовому регулированию. Вот есть сферы, в которых это, в общем говоря, достаточно сложно реализуется. Я, честно говоря, очень рад, что сейчас, вчера были новости о том, что проект постановления про свидетельство пойдет на существенную доработку. Потому что в таком виде, в котором он был, это во многом прям, ну, такой, как бы, вредительский документ. Потому что, ну, достаточно сложно вот эту сферу ограничить. Она уже изрядно развита. То есть, ну, по первой редакции даже родители подпадали под это определение. И они тоже должны были заключать договоры. Ну, там, видите, там юристы же спорили, что вот в тексте постановления было неясно, как его трактовать. То есть, это вот все, кто занимается просветительством, должны обязательно договор с образовательной организацией заключать. Или это только те, кто в образовательных организациях, чтобы заняться просветительством, им там еще один какой-то договор нужен будет, например. Или деятельность, которую осуществляют только образовательные организации. Но как юрист, вот я читаю этот текст, я понимаю, что это постановление, значит, оно работает по принципу императивному. Это означает, что разрешено только то, что прямо-таки названо в законе. И вот этот текст постановления явно свидетельствует о том, что, ну, скорее всего, вот если вы занимаетесь просветительством, значит, придется идти в какую-то образовательную организацию, с ней договариваться и вести. То есть, очень легко его так трактовать. Он в этом смысле, формальная определенность этого текста очень, ну, такая спорная. Поэтому, мне кажется, что вот это и к вопросу ВУЗа, да, что есть масса разных возможностей, которые, в общем, не нужно ограничивать. Если что-то делает, например, работу с софтами значительно лучше, чем ВУЗ, то пусть оно это и делает. Более того, есть некоторые профессии, в которых с этим вообще возникают огромные случаи. Я, конечно, опять лекцию читаю, сейчас замкну. Например, медики. У нас был очень интересный диалог с медиками, правда, он был почти 6 лет назад, на одном из экономических форумов в стране, когда обсуждали неформальное образование, обсуждали то, насколько эффективно работать с софтами в медуниверситетах. И медуниверситеты просто, там уже просто два проректора вскочили, говорят, слушайте, вы задолбали с этими софтами, вы понимаете, что мы за 6-7 лет обучения, мы не успеваем с ребятами отработать харды, которые связаны с тем, что каждые два года меняется высокотехнологическое медицинское оборудование, нужно, значит, менять постоянно подготовку. И мы их вот этому-то не успеваем научить, а вы там что-то, значит, про конфликты какие-то, группы, там еще дизайном они своим должны заниматься, типа вы что в себе, нет? Типа, ну хотите, заходите, вот в университет занимайтесь этим, пожалуйста, мы не против, но у нас на харды времени-то нету. Вот и встает вопрос тогда, как с этим быть? Потому что мне кажется, что университет — это точка, в данном случае сейчас, точка хардов и общей мировоззренческой картины в привязке к этим хардам. А это означает, что культ тупого поступления в университет ради университета, ну вот надо какую-то эту компанию безбожников опять объявляет. Это культ. А как после школы? Вот многие не знают, чем они будут заниматься и какие тут харды. То есть во время института ты можешь понять, то есть пока ты вот в таком послешкольном образовании, ты занимаешься, в принципе, как тебе кажется, там, то, чем тебе нравится или то, что выбрали за тебя родители, но ты получаешь базу. Потом уже, ну, лично со мной произошло так. Да, Кира, расскажите, как вы поняли после школы, что надо идти... Мне однажды очень сильно оскорбило высказывание одного человека. Говорит, ты же артист, ты не бизнес-вумен, ты не можешь разрабатывать это, ты не... Я говорю, а почему? Я способна к обучению, я обучаюсь быстро, я гибка, и, в принципе, то, что я не умею, я могу быстро это получить. И зачем? То есть если я получила актерское, режиссерское образование, то всё, на мне уже поставили крест, и я должна заниматься только-только этим. И как бы к великому разочарованию, допустим, моей мамы, что ты же хотела стать знаменитой артисткой. Я говорю, ну, слушай, а сейчас я поняла, что я не хочу этого. Я хочу заниматься чем-то другим, хочу заниматься бизнесом, хочу заниматься рекламой, диджитал-маркетингом. И моё образование, оно не прошло даром. То есть это мне помогает общаться с людьми. У меня большой спектр всего, благодаря, кстати, высшему образованию, которое я, кстати, долгое время, как я уже сказала, не признавала, что это было зря и так далее. Сейчас я понимаю, что это не зря и что это было правильно. Ну, я здесь не вижу так чисто со стороны дискуссии, не вижу противоречий. То есть если вы делали осознанный выбор после школы и пошли на актрису, да, то потом вы же были, ну, вы до сих пор остаетесь актрисой, вы занимаетесь режиссурой. Ну, на самом деле, то есть я это умею, но как бы мой фокус внимания сейчас направлен совершенно в другую сферу. Я сейчас, я уже сказала, учусь в скиллбоксе и хочу заниматься... Это какая-то интеграция, вы договорились. Это слишком было длительное пребывание спикеров у нас до эфира. Мы просто фотографировались. Если честно, мне последние 4 дня тоже звонит скиллбокс зачем-то, но он все время звонит, когда я где-то на мероприятиях. Это не мы. Ладно, давайте я завершу это. Друзья, курсы скиллбокса. Скиллбокс.ру, да, наверное, да. Все. Мы вернулись в студию после рекламной паузы. Отбили окончательно, да. Но это же осознанные выборы всегда были. Осознанно пошли в театральный, осознанно занимаетесь бизнесом. Или это все как-то само собой складывается? Сейчас, я не знаю, после школы ты выходишь, ты очень странный человек. Я не знаю, я еще не знала, чем конкретно. Вот я ходила в театральную школу, я поступила в колледж, я отучилась на режиссуре. Ну ладно, продолжу свое образование на актерско-режиссерском. Это же прикольно, туда очень сложно поступить. И я туда поступила. А потом ты растешь, у тебя меняется круг общения, и ты понимаешь, что я могу больше, я могу другое, и я хочу другое. Хочу понять одну вещь еще такую, с самого начала. Было очень много интересных мыслей озвучено, при этом в самом начале был озвучен тезис о том, точнее вопрос был задан. Традиционная линейка детский сад, школа, университет. Это ок или не ок? Николай выразил позицию, и вот я хочу сейчас уточнить. Ты за то, чтобы университетов в классическом их виде не было? Или они бы были, но как-то трансформировались? Как бы тебе сказать-то? Значит, я за то, что есть у человека определенная закономерность развития, в том числе возрастные особенности развития на разных этапах. В детском саду он занимается одним, осваивает одни навыки. В младшей школе другие, в подростковой третьей, в старшей четвертой. Дальше уходит в университет. У каждого из этих возрастных периодов есть свои задачи. И если на каком-то периоде возникает какая-то точка или какой-то субъект, который эти задачи начинает решать лучше всего, то я не про то, чтобы его резко мочкануть, потому что он монополию нарушает или еще каким-то образом. Подвергает сомнению наш этот, хотел сказать, традиционный уклад, потом подумал, что я сейчас опять какую-нибудь скрепу случайно, камень брошу и, в общем, просто меня больше никуда не позовут и вас закроют нафиг. Но это к тому, который подвергает сомнению наш верный путь, к которому мы идем уже столько лет. Гордо смотря вперед. Так вот, если появляется этот какой-то субъект или институт, который начинает лучше решать... Ну, предположим, есть определенные задачи, которые в том числе возрастные и профессионально решает университет. Вот если рядом с ним появляется не университет, который лучше это делает, то значит это как минимум вариант посмотреть и, может быть, перестроить эту систему, отказавшись от этого института. Но я к тому, что это вещь, которая, как правило, работает не по желанию какого-то конкретного человека, а создается в результате синергии многих-многих людей, которые тоже, вообще-то говоря, не дураки и много про себя, чего сами лучше знают нас с вами. Хоть мы и какие-то образовательные демиурги, может быть. Вот тут вопрос есть. Я понял, спасибо. Допустим, мы предположим, что университет в том виде, в котором он сейчас существует, не справляется с своими задачами, не дает тех софт-скиллов студенту, не дает ему общего гуманитарного знания, и где-то рядом возникает альтернативный ему институт, общественный или государственный. Что это? Сейчас такого, на мой взгляд, нет. Пока он появится, линейка детский сад, школа, университет будет все еще актуальна. Чтобы она появилась, что должно произойти? То есть если мы говорим применительно к текущему времени, то это, как я и сказал, единственная возможная правильная версия того, как человек может формироваться как личность. Если появится альтернативный институт университетом, бога ради, это будет хорошо. Какая-то конкуренция, может быть, наоборот, подстегнет академическое образование, меняться, совершенствоваться. Но если говорить про конкретный пример, про субъективную позицию, с которой я сейчас говорю, то я, как Леша Войтин, выпустившись из школы, это вообще не Леша Войтин, который сидит здесь сейчас. Сейчас это версия 2.0, улучшенная и дополненная. И улучшилась и дополнилась она благодаря тому, что я закончил университет. И да, те харды, которые я там приобрел сейчас, не применяются, но то гуманитарное знание, коммуникация и сообщество, в которое я вошел, я не знаю, какие ему могут быть альтернативы. Ну и способность к обучению, я думаю. И способность к обучению, да. Я вот, смотрите, я же на самом деле не спорю, что эта траектория, которая у вас случилась, она для вас стала важной. Но, во-первых, она у вас могла быть другой, эта траектория могла быть другой. Во-вторых, не присваивайте себе право решать за других людей, что им эта траектория тоже будет полезна, потому что, возможно, она им не будет полезна вообще ни разу. В этом плане, смотрите, меня-то смущает вот эта наша все время позиция, давайте придумаем один какой-то конкретный путь, которым идти. Потому что в сложном мире одного конкретного пути быть не может. Нам этот один конкретный путь очень хочется, потому что мир сложный. Потому что вы вот в этом пространстве возможностей, глаза разбегаются и думаете, дайте нам какой-то простой ответ, понимаете. Но нельзя готовить к сложному миру человека просто. Потому что если вы подготовите молодого человека просто к сложному миру, он станет неконкурентоспособен, и его выживаемость сведется к нулю, понимаете. Готовить молодого человека к сложному миру нужно всегда сложно, ставя ему постоянную ситуацию выбора, ставя ему постоянную ситуацию роста и, ну, простите, боли. Потому что когда вы... Я в хорошем смысле болит, но сейчас некоторые мои коллеги, которые сейчас нас смотрят или еще скажут, что опять где-то гуманизм потерялся. Нет, гуманизм где-то не потерялся. Но для того, чтобы вам пробежать 3 километра или 42 километра, 124 метра марафонскую дистанцию, вам придется пережить много некоторого дискомфорта, связанного с тем, что у вас будут расти мышцы, вам придется бегать, они у вас будут рваться, потом опять появляться, понимаете? И здесь то же самое. Если мы даем молодому человеку, заметьте, даже внятный социальный лифт, например, но мы точно должны понимать, что этот социальный лифт работает с массой разных опций. То есть если хотите, этот лифт гарантированно привезет молодого человека, но когда он туда зайдет, это будет что-то типа этой, помните футурами будки самоубийств, короче, ты заходишь, и тебя там со всех сторон начинают что-нибудь там тыкать в тебя, и все, вообще, тебе надо увернуться от этого, пока ты едешь. Так, у нас в ИПР-18+, все хорошо. Вот тогда у вас и лифт довезет человека, и человек к этому моменту, когда он выйдет на нужном этаже, окажется готов к этому этажу, на который он доехал, понимаете? Ну, а может быть, целый и невредимый, потому что у него он научился уворачиваться или еще что-то. То есть в этом плане меня смущает, с одной стороны, желание вот этого какого-то нашего вечного внутреннего крепостничества, ну, типа вот определить молодого человека раз и навсегда за какой-то профессией, значит, и будет он у нас такой. А с другой стороны, желание упростить вот это прохождение по социальному лифту, потому что, безусловно, нужен социальный лифт просто потому, что скорости другие. Вот объективно в мире другие скорости. Мы с вами больше не пишем письмо, которое идет там несколько недель до другого человека. Теперь информация там за секунду, за миллисекунду доходит до другого человека. Значит, и скорости нам тоже должны другие. Но мы не можем с вами и упрощить, ну, не можем с вами делать так, чтобы… Но мы не справляемся с этими скоростями. Не справляемся. Но никто же не говорит, что мы должны бросить сейчас такие отчаяться и пойти топиться вскоре. Значит, типа, ой, не получилось, не смогла. Так, противоречие-то в чем? То есть я вообще не против, если будет многообразие. Противоречие в том, что такие институты уже появляются. Появляются институты мастерских, которые не являются университетами, но которые фактически возрождают такую, может быть, средневековую модель ремесленничества, но которая может быть оправдана в ситуации, когда у нас усложняется мир, и профессии возникают раз за разом, например. В этом плане, например, творческие профессии и творческое образование, где происходит набор на определенный курс к режиссеру или к актеру, оно в этом смысле гораздо более адекватно к актуальной ситуации. Потому что в постоянно усложняющемся мире у тебя есть все меньше возможностей удержать этот мир в каком-то герметичном образе и его понимать. Ты все больше сосредотачиваешься на своем пути, как будто бы ты первооткрыватель, который плывет смотреть Америку и не знает, что будет за поворотом. Потому что мир реально усложняется, и как в какой-нибудь онлайн-игрухе, но только бесконечной, он каждый раз подгружается, 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 и какой-то там интеллект его генерит. И в этом плане у тебя нет вот этого герметичного мира. То есть он вроде как в 20 веке стал герметичным, потому что мы вдруг поняли, что вот она планета, все ее видят. Вроде все понятно, куда плыть, что смотреть. И тут он вдруг снова стал негерметичным, потому что он вдруг начал появляться новым, начала появляться цифровая реальность, начали появляться новые профессии, и он снова потерял границы в хорошем смысле. И поэтому человек тоже, чтобы быть ему сообразен, на мой взгляд, должен потерять эти границы. А я на правах модератора сейчас немножко вмешаюсь, друзья. Я вам обещал вопросы в чате, и вопросы появились. Вот такой интересный есть вопросик. А могут университеты или программы, университеты и или программы, да, делать акцент, одни университеты делать акцент на хардах, а другие университеты и или программы акцент на софтах? И тогда не нужно унифицировать все университеты. Или все-таки почему-то нужно унифицировать? Как вы думаете? Я думаю, что унифицировать нужно в любом случае. Может быть, с разной долей акцента, но строгого разделения на этот университет хардовый, и там мы учимся только лепить горшки, а этот университет гуманитарный, и там мы учимся только говорить о том, как правильно лепить горшки. Нельзя. Потому что, сделаю отсылку к предыдущей дискуссии о том, что я совсем не против, например, чтобы были альтернативные пути тому, которые сейчас есть. Классические, с пробелами, но есть. Пусть он будет. Вопрос лишь в том, какие институты дадут человеку еще и сообщество. У меня такая мысль сейчас сформировалась, она как бы со мной была всегда, но я сейчас готов ее выразить, о том, что сила образования и не обучение, а именно образование, она не только в том, что человеку передается какой-то навык, но и в том, что этого человека погружают в сообщество, в рамках которого он развивается, и это сообщество идет вместе с ним. Это школьные друзья, это университетские друзья, это какие-то клубы, кружки, объединения, в которые мы неизбежно вступаем, и там формируемся как люди. Да, потом мы можем получить контакты, и это дает тебе возможность работать хорошо. То есть обычно свои берут своих, и это очень круто. Ну, про кумовство я бы не упоминал, но при этом те контакты, которыми мы обрастаем, это про вторую и про третью волну социализации, которую человек неизбежно должен пройти, чтобы быть полноценным членом этого общества. Если эти институты дают такую возможность, супер. Если нет, то мы как раз придем к тем самым хардовым университетам. Люди будут иметь горшки, но договориться между собой о том, чтобы его обжечь, они не смогут. Это уже, получается, четвертое образование, хардовое должно быть обязательно. Образное у нас мышление сегодня в дискуссии, лепить горшки. Николай, вы что думаете по этому поводу? Я думаю, что не надо смотреть на эту систему, уровневую, как на догму. Есть, ну, какие-то университеты лучше, действительно, лучше готовят и дают софты, например. Какие-то университеты лучше готовят и дают харды. С хардами попроще, потому что харды — это во многом вещи, которые задаются а, мастерством преподавателя, и б, хорошим техническим оснащением там, где эти харды осваиваются. Например, вы хорошо осваиваете профессию условного хирурга в медуниверситете, где технически гораздо более оснащенный для того, чтобы проводить какие-то сложные операции или еще что-то. И вот вы, значит, там, скорее всего, оттуда вы выйдете хирургом значительно более подготовленным, чем в простом университете, где вас учили оперировать на бумажке, например, или там на каком-нибудь, ну вот не на сложном аппарате, который моделирует всю ситуацию, скажем, организма человека, ну хотя бы в каком-то виде, а там на плюшевых каких-нибудь этих… Зашить кожуру банана, например. Да, кожуру банана зашить, да, вот, например. А вот с софтами значительно сложнее, потому что софты очень часто… Это также вещь к человеку, ну то есть к мастеру, к преподавателю, который есть в университете. А с другой стороны софты задаются укладом и культурой сообщества. Ну потому что если в сообществе принято внимательно относиться, не знаю, к своему внешнему виду, то компетенция дизайна у вас отработается лучше, потому что вы будете про это заморачиваться и тому подобные штуки. Поэтому мне кажется, что жесткого разделения сейчас в современной реальности быть уже не может. И так же, как вы выбираете университет, который лучше всего оснащен в плане техническом для освоения какой-то профессии, так же вы выбираете, ну должны в идеале выбирать и образовательный институт, и это не образовательный, и обязательно университет, где есть те люди или та атмосфера, которая даст вам возможность освоить софты требуемые. И вот с этим значительно сложнее, потому что в такой логике университет должен выставлять у себя, например, в разделе приемная компания, не просто мы даем профессии по таким типам, и они стоят столько, например, а он должен выставлять, что у нас работают вот такие классные люди, и они интересны просто как люди, потому что это занимается этим, это занимается этим, это занимается этим. Приходи, и тебя будут окружать правильные, интересные люди, которые таким образом смотрят на жизнь, например. И это становится таким же важным, как оснащение и высокотехнологичное оборудование для освоения профессии. Поэтому, на мой взгляд, мы живем в ситуации, когда эти границы между образовательными институтами очень сильно начинают трансформироваться, потому что фактически та работа по общему образованию, которая идет, например, в университете, на бакалавриате, во многом это та работа, которую, вообще говоря, должна школа делать. И мы уже с вами тогда фиксируем, что школа зашла на первые курсы университетов. Ну вот то, что называется основным образованием. И надо это просто признать, да, вот оно туда зашло, мы там реально учим тем вещам, которые недоосвоили в старшей школе, скажем. Но это же уже реальность, правильно? И мы с вами, ну что тогда... Почему мы тогда должны с вами говорить про четкие границы между университетами? Потому что они уже размыты. Поэтому, на мой взгляд, мы пока просто находимся в этой словесной парадигме, потому что так проще. И так, ну, чуть проще вот сейчас эту систему как-то структурировать для себя. Но я совершенно не исключаю, что через некоторое время мы откажемся с вами от, например, таких названий. Или откажемся от каких-то четких вот этих комплексных типов институтов, скажем, сделав их более предметными. То есть, на мой взгляд, это очень, ну такая, живая система, в которой границы меняются. Ну вот вы к кому отнесете сейчас какие-нибудь эти МОКи, например, которые типа Курсеры и прочих, понимаете? Это же не университет в классическом смысле. Ну а как сохранять стержень в таком разнообразии, и когда ты еще не знаешь, что выбрать, а выбор большой. И, если честно, когда ты приходишь в магазин, у тебя разбегаются глаза, ты не знаешь, что выбрать, и это проблема. А давайте, может быть, поговорим сейчас об этом. Меня смущает это, знаете, это из серии типа выбор между Кока-Колой и Пепси-Колой, понимаете? Два варианта только. Ну почему два варианта? Мне, например, не нравится такая ситуация. Ну супер. А если 10-15, и ты не знаешь, что выбрать? Так это вас, на мой взгляд, это вас побуждает к тому, чтобы становиться более ответственными в жизни. И начинать… Тебе 16 лет, ты не знаешь еще, что такое ответственность, тебя еще не накрыли первые… Ну она же не появляется вот так, по щелчку как-то такие. Вы раз, утром проснулись, у вас с ним такой над головой, оп, я сегодня ответственным стал. Но нет же, так же не возникает. Ну конечно нет. У вас это возникает, когда вы делаете неправильный выбор. И это очень важно создавать для молодого человека ситуации делания неправильного выбора. Ну смотри, раз неправильный выбор, два неправильный выбор, три неправильный выбор, тебе уже 26. Ну если за 20 к 26 только 4 раза неправильного выбора, тогда это, конечно, проблема. Ну все разные бывают ситуации. Так процесс обучения так и строится. Ну а как иначе-то вам… Понимаете, вы не узнаете, что такое добро, если не знаете, что такое зло. И в этом отношении сложность-то, понимаете, в чем, на мой взгляд, образовательного процесса, вот с этой как раз мировоззренческой историей, про которую мы с вами постоянно говорим. Образование – это не процесс только конструктивных практик. Вот смотрите, какой сложной ситуацией оказались ребята, например, школьники, студенты, когда они оказались в пространстве постоянных конструктивных образовательных практик. Я имею в виду дистанционное образование. Когда вы сидите перед зумом, у вас за спиной где-то маячат родители, которые постоянно заглядывают в этот зум, говорят, что ты учишься? Ну ладно, все, не играешь же там, нет-нет-нет. Значит, учишься, да. И у вас, понимаете, состояние постоянного конструктива. Человек так не может. В этом смысле есть физика, сила действия равна силе противодействия. Все всегда находится в определенном балансе. И на каждую конструктивную практику для вашего гармоничного развития должна быть деструктивная практика. Именно поэтому вы 45 минут или 40 минут посидели, в хорошем смысле понасиловали себя на уроке, а потом побежали на улицу поджопники друг к другу ставить. Ну, потому что баланс должен быть в этой системе, иначе она не будет работать, иначе вы свихнетесь просто. Так и здесь то же самое, понимаете. На каждую конструктивную историю всегда должна быть определенная деструктивная. И на каждый правильный выбор должен быть определенный неправильный выбор, потому что в такой логике у вас появляется разрыв для решений, и вы научаетесь выбирать. Это очень сложно. Есть примеры в школах, например, российских курсов, которые реализуются в подростковой школе. Они так и называются – умение выбирать. Когда вы вынуждены учиться выбирать. Просто в школе вы это делаете с чуть меньшей степенью ответственности. Но нас об этом не учат уметь выбирать. У вас по этому жизнь учит. Но, слава богу, что хотя бы она учит этому. Потому что если она не будет учить, то вообще никто не будет учить. Но на мой взгляд это очень серьезная проблема. Вот это действительно проблема. Проблема между тем, чтобы научить ребенка жить в сложном мире, и не свалиться в бесконечный культ безопасности. Оно во всем, понимаете. Мы в школах, школьник не моет класс. Хотя это было очень важное пространство, где школьники учились договариваться между собой. Мы с вами строим новые дома, жилые комплексы, и площадки детские прорезиниваем. Хотя, вообще-то говоря, важно, чтобы он разбил коленку. Ну, как бы об асфальт разбил. Понимаете? Это тоже важно. Он потом разобьет, не волнуйся. Ну вот, может, ты понимаешь. Поэтому тут вот есть вот эта сложность. Баланс между пространством безопасности и пространством научения жизни в сложном мире. Я понимаю, просто я говорила о том, что время просто... То есть в этом мире побеждает быстрая рыба, а не большая. И нужно очень быстро соображать, что ты хочешь, как я хочу. И мне нужно быстро этому научиться. Вот пандемия, она как бы показала, что мы должны быстро-быстро перестроиться на что-то новое и быстро этому научиться. И тут не было выхода. Абсолютно точно. То есть, допустим, для меня, допустим, был вызов учиться онлайн. Это было просто большое ломание внутри. Потому что я должна сидеть, сосредоточиться и быть ответственной сама по себе, сама перед собой, сесть и учиться, когда у меня могу полежать, выпить кофейку. А я должна сесть и сама себя заставить. Но я взрослый человек, и я могу себя заставить. А если выходит молодой человек, которому надо тусить, которому нужно там что-то делать, знакомиться с девушками или с парнями. Это неважно. И тут он должен вдруг моментально взять на себя ответственность за свою жизнь. Это давит. А я предлагаю повесить эти вопросы как риторические, потому что мы слишком глубоко пошли в философию всех этих вопросов. И она важна, безусловно, здесь, без нее никуда. Немного в прикладное русло переведем наш разговор. Прикладное русло. Нас смотрят основные студенты и такие. Люди молодые, они еще учатся, возможно, получают первое высшее образование, возможно, уже немного разочаровались в своем выборе, или наоборот убедились, или уже наоборот понимают, чем они еще будут добивать свое основное высшее образование, или уже получают дополнительное образование параллельно. А вот какие вы дадите им советы, чтобы образование было полезным, чтобы хорошо его организовать, чтобы оно, как говорится, не вылетело в трубу у них по ходу. Вот вы, как люди, уже получившие ваше образование, которые профессионально этим занимаетесь с разных сторон, дайте советы студентам, как полезно организовать свое обучение во время учебы в университете или после. Как полезно организовать или как эффективно? Полезно, правильно, эффективно. Два совета. Первое. Как можно больше устраивать себе ситуации кризисов, даже если не хочется. Надо всегда себе придумывать геморрой. Это очень важно. Если его нет, значит, надо задуматься, что что-то идет не так. Потому что если этого нет, тогда нет ситуации роста. Ни личного, ни профессионального, никакого другого. Второе. Поменьше верьте простым решениям. Простые решения очень привлекательные, но даже если вы потом подтвердите правильность этого простого решения, процесс постановки его под сомнение очень серьезно вас продвинут в жизни. И вы научитесь делать то, о чем мы сейчас спорили. Вы научитесь в ситуациях сложного выбора делать решения очень быстро. Потому что у вас уже появится опыт принятия решений. Вот два важных совета. Они про профессию, и про софты, и про все остальное. Если вы куда-то плывете, попробуйте поплыть против течения. Потом можно развернуться всегда. Это несложно. Прямо красиво. Прямо подписывайся с твоими словами. Прямо круто. Вот видите, мы наконец в чем-то совпали. Час 15 работаем, друзья. Ну конечно. Еще два часа посидим, вообще совпадем. Это очень плохо, я тогда принципиально буду возражать. Еще очень важно заниматься то, что нравится. Это как бы важная приправа, как я бы сказала. Что ты должен быть этим увлечен. Ты должен отдавать сюда энергию. И я думаю, просто не будет. Просто не будет. Но это должно тебя подстегивать, достигнуть этой цели. То есть ставить перед собой цели, формировать свой день, как его эффективнее исполнить, как бы потратить это время. То есть вот такой, наверное, совет. Спасибо. Правильный тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент. Но мы сейчас все скиллы перечислим наши любимые. Алексей. Мне кажется, мое пожелание, не совет, совет я вообще не умею раздавать, очень хорошо дополнят высказывания и Николая, и Киры. Я бы хотел, чтобы каждый из тех, кто хочет приобрести новое знание или навык, задался вопросом о том, действительно ли он ему нужен. Потому что в современном мире, где услуги, в том числе образовательные, навязываются из каждого угла, очень непросто не поддаться этому соблазну и не пойти что-то изучать. Несмотря на то, что я работаю на онлайн-платформе, которая такие услуги предоставляет, очень важно работать осознанными, мотивированными студентами, людьми, которые хотят это образование приобрести. Приведу простой пример. После того, как у Дудя вышел ролик про Кремниевую долину, количество людей, которые скупило курсы по программированию в самых разных вариациях, скакануло до небес. Но потом было огромное количество людей, которые не закончили эти курсы, потому что они в какой-то момент поняли, что это хайп, и они этого не хотят. Поэтому не тратьте время на хайповые истории, даже если это что-то, что сейчас, казалось бы, востребовано, если у вас к этому не лежит душа, и вы хотите класть крышу, кладите крышу. Если вы хотите работать на шиномонтажке, но нет такого еще курса, сделайте его сами, и будет вам счастье. Поэтому совет простой. Рефлексируйте почаще. Друзья, рефлексировать, тайм-менеджмент, критическое мышление, и побольше кризис в себе создавайте. Вот такие советы дали наши спикеры на RedBrick.com. Я благодарю Киру Те, Алексея Войтина и Николая Бажитова. Друзья, спасибо за этот разговор. Я убежден, что вопросов мы поставили намного больше, чем дали сами ответов. Ну а вам стоит постараться найти ответы на все эти вопросы, и будем искать их вместе. Спасибо, друзья. А сегодня вечером смотрите в 18.00 прямой эфир «Весенний кубок КВН МГПУ». Кстати, тоже будет интересно и также весело. Все, до встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...